Встреча с маршем. Встреча с маршем. После этого я развернул боевую машину и скомандировал зоны в обратном управлении. Встреча с маршем. 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 Пришел первый взрыв. Мы все поспрыгивали с брони, так как двигались на броне сверху. Никто не понимал, что происходит. И начали занимать круговую оборону, так как не было никаких приказов, ничего. Если бы приказ был, так как сопровождать колонну, больше ничего. Оружие у нас не было заряжено. После этого произошел, через 5-6 секунд произошел второй взрыв. Гранат на браку упала прямо в танк. Я занял позицию около... После первого взрыва я занял позицию около правой гусеницы. Когда произошел второй взрыв, меня отбросило, не знаю, какое расстояние, но метров, минут 10-15 было включено. После этого пришел в себя, увидел, что горит танк и пополз. Я просто в каком направлении, не понимал. Прополз около метров, может, 100-150, точно не могу сказать. И понял, что по нам ведется артиллерийский обстрел. Потому что рядом все взрывалось. И начал срабатывать его комплект у танка, у боевого машины десанта. Увидев, что рядом со мной проползут еще так же около двух человек, мы начали сбиваться в кучу. И решили выдвигаться к этому перекрестку, откуда мы начали свое движение. Потом начали двигаться, и артиллерийский обстрел продолжался. И начали двигаться к этому перекрестку. Потом, через некоторое время, когда артиллерийский обстрел более-менее утих, мы вышли к перекрестку поля. Там было поле слошено. Дальше опять засеяно. Мы начали передвигаться через открытый участок местности короткими перебежками. И увидели, что по краю дороги бегут еще вознесущие так же в обратном направлении. Куда прибыв на перекресток, мы заняли круговую оборону. Мне сразу доложили, я осмотрел весь личный состав, мне доложили, что механик-водитель это очень сильно обголел. Я подошел к нему, посмотрел, у меня были обожженные руки, лицо. Все были напуганы. Не знали, что делать. Я посмотрел, что командования, офицерского нет. Я принял командование для себя. Приказал отвезти раненого в глубину, от перекрестка в глубину на 200 метров и занять круговую оборону. Сам сержант-генерал остался на перекрестке. Посмотреть, есть ли я остался кто живой. Мимо нас проскочили еще две боевых машины. Они поехали забирать. Я так понял, что поехали забирать тех, кто остался там, у боевых машин разбитых. Они вернулись и начали подавать сигнал в лесу, там, где взялась машина. Несколько раз останавливались, мы так поняли, что они забрали тех, кто остался там. И начали они двигаться в нашем направлении. Мы махали руками, но они не остановились, просто нас не заметили. Я так понял, что они тоже были очень сильно напуганы, так же они понимали, что происходит. Когда мы посидели на этом перекрестке около 1-20-30, начали возвращаться к основному личному составу, который остался ждать нас. Мы вернулись, и я посмотрел на механика, он терял сознание и был в очень плохом состоянии. Ему оказано было первым миксископом. Но это его не сильно помогло. Я принял решение, что надо выбираться. Мы потихоньку начали идти в обратном направлении, то есть откуда приехали, по той же дороге. пройдя около 200-200 до 400 метров, мы делали остановки, осматриваясь по сторонам. Оружие у нас не было заряжено, и мы не хотели ни в кого стрелять. Мы про них просто хотели выбраться. Никто из нас не понимал, что происходит. И потом мы увидели троих человек без опознавательных знаков, но с оружием. Мы попросили помощи для оказания раненых, потому что раненый был в очень плохом состоянии. Он сказал, что они помогут нам. Они забрали раненого и оказали ему помощь. Как в дальнейшем я узнал, что в основном это его спасло. Они сделали ему перевязки и обезболивающие. Они это кто? Это украинские солдаты? Да. Как я в дальнейшем узнал, они были украинскими солдатами. Один из них спросил, кто из вас старший. Я ответил, что я, и он меня позвал с собой. Придя в какое-то место, напоминающее то ли ферму, то ли какое-то заброшенное здание, я увидел много военных. И нам сказали, вот меня подвели к старшему и сказали, чтобы мы сдали оружие, потому что находимся на украинской территории и захвачены войсками, украинская армия. Мы не можем сказать, когда точно мы перешли границу и в какой момент перешли границу. Там не было определенных знаков, что не было ни знаков, ни публичек. Ничего не было. После того, как мы оказались в плену, военнослужащие украинской армии говорили, что они возвращались к этому танку, к этому ВМД, которое и сказали, что там есть побившим. Точно, они нам не сказали. А сколько вас было там? Семенов Сергей Алексеевич. Когда мы выбрали из БМД, это поплавал выстрел. Нас откинуло всех разумным потоком. У меня разгрузка разорвалась. Он спас бронежилетные. Оказались одни на одной стороне поля, другие на второй. То есть пополам поделились. И начался артиллер, ну, из САУШа. Я, потому что раньше служил в арбук я знаю, что в целом уходная установка. Начался огонь. Мы забегли все осколки. Ну, как в воду побывать, можно сказать. Вот, земля дрожала. Вот, когда ушли перелет вот, все вот это, минут 15-20 длилось вот это все бомберка. быстрее ноги ну, унести надо было, чтобы самих в живых ватестаться. Откуда обстрел там был, я не видел. Вот, а потом на нашу вот, где обстрел велся, там было где-то порядочный человек 8. Там командиры были. двух танков. Сержант Состеев, когда мы отстали от колонны и возвращались обратно к командиру, много раз выходил на связь с основной колонной, но связи не было, связь не отвечала. До конечного момента он все сидел на связи и только вызывал связь, но так никто нам и не ответил. Скажите, сколько вы на учениях провели время и уже корреспондент этих учений и главных это цель? Что вам говорило командование ваших учений? нам сказали, что будут проводиться батальонно-тактические учения в Ростовской области. Под Ростовом. Под Ростовом. То есть вы не понимали, что это? Нет. Никто 70... Сержант Смирной как долго будет учение? Был 70-километровый марш, который сопровождался просто на трое суток. То есть мы трое суток едем, останавливаемся, разбиваемся, лагерь, потом занятия и в течение этого промежутка на третий суток мы сворачиваемся и уезжаем. вместе занимало это две недели. Сколько вы прошли уже из этого? Что сколько? Км? Не прошло до момента, как вас... Один день. То есть вы только пришли только начали. Мы сколько приехали на границу? Сколько у вас было, можете сказать? в колонии? Количество техники людей. Безначе в колонии? Большой. До того, как отстать. Мой взор был замыканием. Переди меня... Точно у нас информации нету, но такое... Батальон рота... Младший сержант почтуев. У нас было где-то около двухсот человек. три башни десантные роты. батальон. Ну, то есть, да, грубо говоря, батальон. Скажите, пожалуйста, вы уже связывались с вашими родственниками и вашим командованием. Вам дали такую возможность? И что они сказали, если вы сказались им? сержанты, сержант, сержант, мы передавали видео, записывали видео, чтобы наши родственники знали, что у нас все хорошо и чтобы пытались как-то помочь нам выбраться. То есть, обратной связи не было? Нет. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что на днях в Пскове похоронили несколько десантников. При этом журналистов канала Дочь, которые снимали похороны, преследовали и угрожали. В заключении смерти всех десантников привезли отсюда из Украины написано было, что у них инсульт или инфаркт. И многих раненых десантников, которые привезли, например, в Питер, они были за одним числом уволены из рядов вооруженных сил России. Что вы знаете об этом? Насчет того, что пока сержант свастеет, насчет того, что были похороны, мы узнали уже здесь. Там нам никто не говорил об этом. О том, что были уволены задним числом, мы тоже не знали этого. И то, что мы вот знали только, что погибли очень много десантников. Сотню раненых из Петербурга похоронили несколько человек в Пскове и командиров взвода в Воронеже. Что с ними произошло? То есть у вас нет таких нас? Никого нет. Нам никто об этом нет. Ваше мнение о нынешнем конфликте России и Украины? Не нужно. Там отличаем от второго. По-своему мы все люди, все христиане. Нам нечего говорить. Зачем? И на первый вопрос можете ответить? После первого взрыва вы наверняка что-то поняли, что уже не учатся. последний. Мы поняли, что происходит то, что нам непонятно никому. Никто из нас не участвовал никогда в каких-то конфликтах. нет. есть вы поняли, что уже на территории Украины? Мы не поняли сначала, что на территории Украины. Мы поняли, что мы находимся на территории Украины, когда мы зашли. Вот и нас уже объяснили, что мы находимся на территории Украины. Что происходило? Как вы расценили это? Что это было? Взрыв какой-то? первое мое мнение, что что происходит просто надо забирать. Я не понимал, что что-то должно произойти. Я думал только о том, чтобы собрать всех, кто остался. Потому что было просто очень страшно. Редактор субтитров